Лизинговый рынок России продолжает стремительно расти. Так, например, компания «Газпромбанк Автолизинг» профинансировала автомобили на сумму в 2,5 раза большую, чем год назад, поднявшись в рейтинге лизингодателей с 12 на 8 место. Отличный результат, учитывая, что компании всего 3 года. Но как ей это удалось? Ответ очень простой. Ажиотажный спрос на автотранспорт, подстегивающий позиции постоянного роста стоимости ставок, позиции роста стоимости автомобилей. Все это привело к тому, что есть отложенный спрос, который сформировался в период пандемии, который на текущий момент большинство бизнесменов пытаются реализовать в этом году. Однако дело не только в нехватке машин. Клиенты все чаще отказываются от кредитов в пользу лизинга, потому что так быстрее и проще. Если юридическое лицо планирует оформить на себя кредит на покупку основного средства, это занимает в среднем 2-3 недели. Если она берет это в лизинг, это занимает несколько дней. Сейчас, когда машин по факту нету и день-два играет ключевую роль в заказе автомобиля, естественно, клиент выбирает то, что можно быстро сделать с минимальным отвлечением себя от основной деятельности. По прогнозам экспертов, Газпромбанк автолизинга дефицит машин сохранится и в следующем году, что позволит сфере лизинга вырасти еще на 20%. Сама же компания намерена увеличить объемы в полтора раза. В первую очередь за счет расширения географии. Столица подвели итоги федерального проекта по профилактике травматизма в ДТП самых маленьких участников дорожного движения «Детство безопасности». Он стартовал два года назад и охватил более сотни городов. Эксперты провели свыше 13 тысяч тренингов, в ходе которых молодым мамам рассказывали о правилах установки детских кресел и важности аккуратного вождения. Такие беседы, по словам инициаторов, плоды приносят. Уровень водительской культуры растет, а детская аварийность снижается. С одной стороны, мы понимаем, что есть, конечно, инфраструктурные решения, которые существенно улучшают дорожную ситуацию, позволяют сбавить те или иные ошибки, которые допускают водители. Но если бы наряду с этим общего изменения модели поведения не происходило, я думаю, что ситуация была не настолько хороша, как мы ее видим сейчас на дорогу. Подобные программы важны. Они закладывают фундамент безопасного участия в дорожном движении для будущего поколения. А потому, скорее всего, проект «Детство без опасности» будет продлен.